Далее смотрите коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике дайджест. Чернушинским следственным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Кунгура. Мужчина обвиняется в совершении преступления, а именно покушения на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия. Следствием установлено, что ночью 27 мая обвиняемый, двигаясь на автомобиле с неисправными световыми приборами, был остановлен сотрудниками ДПС по Куйнинскому району для составления в отношении него протокола об административном правонарушении. Стремясь избежать ответственности, водитель попытался передать одному из сотрудников полиции взятку в сумме 500 рублей за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении. Однако свой преступный умысел довести до конца не смог. Сотрудник ДПС отказался от получения денег. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление по Пермскому краю. Напомним, наказание по этой статье может достигать полумиллиона рублей штрафа. Жительница Перми через суд добилась получения 400 тысяч рублей компенсации за падение при выходе из электрички. Как сообщила пресс-служба Пермского краевого суда, инцидент произошел на остановке 1366-й километр Свердловской железной дороги. Женщине пришлось спрыгнуть с высоты около метра, там где платформа была демонтирована. Под ногами был откос, отсыпанный гравием. Потеряв равновесие, пассажирка упала. Врачи поставили ей диагноз – компрессионный неосложненный перелом тела в первой степени. Женщина провела 10 дней в больнице и еще полгода на амбулаторном лечении. Страховая компания выплатила пострадавшей в качестве возмещения вреда здоровью 200 тысяч рублей. Кроме этого, женщина направила иск о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Во время слушания дела представитель РЖД заявил, что Пермячка проявила грубую неосторожность, так как она, несмотря на отсутствие платформы, решила спрыгнуть с лестницы вагона. Это и стало основанием для уменьшения требуемой суммы. Суд потребовал взыскать в пользу пострадавшей всего 25 тысяч рублей. Но женщина это решение обжаловала, пояснив, что перейти в другой вагон времени не было, а билет был куплен только до этой станции. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда пришла к выводу, что размер возмещения морального вреда следует увеличить также до 200 тысяч рублей. Таким образом, женщина получила 400 тысяч рублей компенсации за свои травмы. Федеральное управление автодорог «Урал» разместило заявку на проведение ремонта участка трассы Пермя-Екатеринбург протяженностью 5,2 километра до Лобанова. Речь идет о так называемой трехполосной дороге, связывающей выезд из краевой столицы и село Лобаново. Сейчас там вовсю идет реконструкция пешеходных переходов. В данный момент для предстоящего ремонта идет поиск подрядчика. Рабочим предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия. Максимальная стоимость контракта составит 103 миллиона рублей. Напомним, также власти обещают в следующем году ввести в эксплуатацию проблемный участок дороги между Лобаново и Каяново.